Отовсюду съехались сюда педагоги. Башкортостан, Татарстан и даже Казахстан перенимают опыт работы с детьми оренбургских преподавателей родного языка. Озерская школа для регионального конкурса выбрана не случайно. Уделяется внимание и национальной компоненте, и патриотическому воспитанию, и знания. Здесь очень много выпускников, которые поступили в высшее учебное заведение. Очень высокие баллы дети на ИГЭ сдают. Школа с этнокультурным татарским компонентом славится в области своими традициями. А самое главное – результатами воспитательной работы. Региональный конкурс определит победителя среди четырех претендентов на первое место. Педагоги показывают мастер-класс, а оценивает их мастерство – компетентное жюри. Педагоги – в высших учебных заведениях. Открытые уроки самих преподавателей Озерской школы – те же мастер-классы, где ребята не только рассказывают о своей культуре, но и демонстрируют ее знания. Не следует забывать и о роли татарских сказок о воспитании молодого поколения. Нам учительница задает вопросы о великой поэте татарского народа Габтулы Тукаи. Мы сегодня изучаем его поэму «Шуреля». Он живет в лесу деревни Крлай. А как Тукай сказал, с кривой. У него на голове есть рожка. У педагогов главная цель – воспитать патриота своей страны, активного ее строителя, человека разностороннего и думающего. Поэтому учителя, взяв высокую планку преподавания, стараются ее не опускать. Прошлогодняя победительница, педагог Озерской школы, примет участие во Всероссийском конкурсе педагогов родного языка в Москве. А победительнице Озерского регионального конкурса – Алсу Масагутовой, учителю родного и иностранного языка 38-й школы Оренбурга, серьезная борьба только предстоит. Но вот эта учительница показала, что можно хорошо обучать и татарскому, и русскому, и английскому языкам. Она умеет очень хорошо вести эти интегрированные уроки. И к такому учителю, мне кажется, всегда выстроится очередь учеников. Светлана Кабанова, Роман Боричев. Новости дня.